Елена Фонарёва на этой ферме работает уже 15 лет. Была здесь дояркой, работала в свинарнике, теперь трудится бригадиром. Основная продукция – хозяйство, мясо и молоко. Но на дои падают с каждым днём, не хватает кормов. Раньше мы год назад доили 5 тонн, сейчас мы, конечно, уже упали. Доим и бывает и тонны, бывает и полторы. Нам очень обидно, у нас потому что доярочки работают с молока. А корма у нас на тяжку. Только доиного стада на комплексе больше 400 голов. А ещё есть молодняк. Всех нужно кормить два раза в день. А это свинокомплекс курбы. Сегодня здесь растят порядка 14 тысяч свиней, требующих ещё больше внимания, чем крупный рогатый скот. Этим поросятам 18 дней от роду. Они родились 6 марта. Каждый из них весит сейчас примерно по 5 килограммов. Для того, чтобы вырасти до размера их матери, им понадобится примерно полгода интенсивной кормёжки и надлежащих условий содержания. В загонах у поросят всегда должно быть тепло, сухо и чисто. Все эти условия на ферме обеспечивает персонал – почти 200 человек. С самого рождения выращиваем этих маленьких поросят, следим полностью за содержанием, кормлением. Ферма в Курбе образовалась ещё в советские годы. Она и раньше переживала не лучшие времена. Но несколько лет назад для подержания на плаву руководство вынуждено было взять у банка крупный кредит. Возвращали платежи исправно, но после понижения цен на мясо и удорожания кормов, в конце прошлого года у хозяйства появилась задолженность в 20 миллионов рублей. Долги с Курбой кредитор намерен получать через арбитражный суд и банкротство сельхозпредприятия. «Банк предоставил график погашения задолженности, который просто нереально было осуществить его, ну реализовать, потому что привело бы ещё к улучшению предприятия. Мы, конечно, обсуждаем его, как-то решаем наши графики, но их не устраивает». Сегодняшний суд проблему Курбы пока вновь не решил. Платить долг по частям предприятию не разрешили, несмотря на то, что оно оплатило все проценты и погасило часть основного долга. «Банку всё равно. Они хотят получить только свои проценты, они хотят вытащить из этой Курбы всё, а помощи от них никакой». Областные власти хозяйства всегда поддерживали, однако субсидии на оплату инвестдолга предприятия правительство региона выделить не имеет права. И всё же областная власть верит в компромисс. «Субсидирование идёт тогда, когда просрочка ликвидирована, либо подписано соглашение о пролонгации, либо изменении и роструктуризации долга. Такое соглашение сейчас в проработке – это движение с обеих сторон, и со стороны банка, и со стороны учредителей». Между тем, следующая судебная битва за заключение мирового соглашения между должником и кредитором пройдёт 17 апреля. Почти месяц финансовой передышки на предприятии используют на подготовку к пассивной. Андрей Децель, Денис Лосев, День в событиях.